На конференции в Вашингтонском институте Кеннона эксперты в области демографии чествовали 85-летнего Мюрреа Фишбаха, старейшину своего цеха, который в разгар холодной войны в своих трудах предсказал непреодолимые экономические трудности Советского Союза, вызванные нехваткой квалифицированной рабочей силы, высокой смертностью и недовольтворительным состоянием системы здравоохранения. Работа Фишбаха, опубликованная в 1977 году и содержащая прогноз до 2000 года, до сих пор актуальна и точна в оценках. В более поздних работах по России демограф предсказал рост преступности, межэтнические конфликты, даже масштабы эпидемии СПИДа. Как отметил Николас Эберстад из Американского института предпринимательства, порой демографы знают об экономике страны больше и могут предсказать ее политику лучше, чем разведчики. Благодаря таким исследованиям мы получили объективную оценку реального состояния дел в Советском Союзе и перспектив развития советского государства. Демографы не идеологические бойцы на фронте холодной войны. Это исследователи, помогающие обнаружить проблемы общества. Несколько лет назад Николас Эберстад написал о России статью с красноречивым заголовком «Умирающий медведь». По официальным данным, с 1993 по 2010 год население России сократилось со 148,6 миллионов до менее чем 142 миллионов. Демограф Джек Голдстоун, профессор университета Джорджа Мэйсона, проводил свое исследование в Москве. Он отмечает, что в Кремле всерьез взялись за борьбу с демографическим кризисом. С 2007 года в России выплачивают материнский капитал за второго ребенка. В переводе на доллары 13,5 тысяч. Это средняя зарплата россиянина за 18 месяцев. Владимир Путин один из немногих глав государств, говоривших о демографии в ходе своего ежегодного обращения к стране. Он активно занялся борьбой с демографической катастрофой. В 1999 году коэффициент рождаемости у российских женщин составлял 1,2. Это самый низкий показатель во всей Евразии и Европе. С 2006 по 2009 год он вырос на 30%. В 2012 составил 1,7. Это выше, чем у американок. Это наивысший показатель в Европе. Это безусловный успех. Картину портят высокие на уровне африканских стран показатели смертности мужчин, вызванные курением, употреблением алкоголя, производственными травмами и ДТП, а также неоперативной медицинской помощью. Недостаток мужчин призывного возраста, отмечался на конференции, вынудил Министерство обороны принять решение призывать на службу уроженцев в Чечне. Еще одна проблема – сокращение числа потенциальных матерей. Это демографическая бомба замедленного действия, заложенная в начале 90-х, когда численность населения России сокращалась по 800 тысяч в год. Еще одна серьезная проблема, отмечает Джек Голдстоун – сложная экономическая ситуация. Последствия санкций Запада, связанных с действиями Кремля в Украине. Речь идет не только об ухудшении уровня жизни россиян из-за инфляции. Сама программа материнского капитала под угрозой. Ситуация в экономике, негативный эффект, вызванный санкциями, ставит вопрос о сокращении выплат материнских пособий, не говоря уже о том, что они не будут расти. Это делает реальным худший сценарий, при котором к середине века население России сократится до 110 миллионов человек, а к концу века – до 90 или даже 80 миллионов. Новый поворот демографической ситуации – мигранты из стран ближнего зарубежья, в основном Средней Азии. Демографы пока не готовы спрогнозировать ситуацию. Они отмечают, что мигранты стремятся попасть в большие города, где платят больше денег, а не в те зоны, где нужны рабочие руки для подъема экономики. И еще, к мигрантам, представляющим иную культуру и религию, россияне относятся по меньшей мере настороженно. В любом случае, простых решений здесь просто не существует, убеждены вашингтонские демографы и социологи. Александр Панов, Сергей Москалев, Русская служба «Голос Америки».